Папорос идет. Паросатки появляются. Пока только четверо. Тут кормежка, попытка подкормиться. Свиноматка вторая порос уже. В принципе, бальсижает достаточно. Парос начался недавно. Все идет по плану. Ищет сиська, но мама что-то с ней повернулась к нам. Нечего сейчас повернуться как надо. А здесь вообще рыжий не выдержал. Прямо под сиськой и умер. Все. Заснул. Сейчас его разбудится. Наконец-то мама срезвалили. Показать сиськи. Сейчас, смотри. Сейчас не покинем петрушки. Вот так вот. Посмотрим. Посмотрим. Нечего не будем. Вообще можно окситоцина у кого-нибудь. Вот мы ее будем нервировать здесь. Проще подождать. Она у нас уже и пиво, и воду, и ела, и что нам не делала. Она чувствует себя, как будто на праздник попала. А не в родзал. Лучше мы ее трогать не будем пока. Так. Малыши вам самый лучший препарат для ускорения родов. Они сейчас рассасывать начнут сиськи. Так. Дело пойдет. С природой, с курицей. Процесс будет идти. Так. Что там Рыжий? Очнемся? Рыжий. О! Встал. Все. Встал. Думаю, о дне. Зачем вставал? Дальше буду спать. Буду первой в очереди на сиську. Встал. У нас тигровый окрас присутствует, в основном. И он, смотрите какой борзый. Это борзый самец. А то бекончик бегает, смотрите как прикольно. Ну а эти дюрки придюрки. Вот. Сел уже у нас восьмой. Здоровый такой. Сейчас мы вот трошки пуповину ожил. Вепор. В общем пошло у нас дело пошло видно он там стопорил весь процесс потому что был достаточно большой крупненький вылез лежит не дышит весь замотанный в этот самый вместо но сам-то здоровый лось Сейчас мы его к братьям кинем. Что он облизится? Ну маму посадешь попозже у мамы немножко нервяное у нас сейчас. Все давайте мы его бросим в селебраку. Первые полчаса, час они видите сладенькие толком не ходить не могут еще ничего поэтому самое такое время у них опасно. Так что мы их вот таким образом пока от мамы неудачных попыток встать сесть отгородим так скажем вот этот он все никак обшкрябаться не может зачем ли из этой кто его знает Как всегда большие спят. Но если недостаток большие сразу спят. У них у маленьких голодуха, а у больших запасов они сразу спать ложатся. Из-за чего чаще всего большие гибли первыми. Заснул, его мама облокотилась на него все. Кирдык. Ну пока нормально все идет. Вот тут он, чтобы не с глаза. Дай-то по дереву постучу. 23 июля Десантником будет. Сальто? Нет, цирковым артистом будет. Девочки будут артистами. На маму, подожди маму. Мама копыта поджала, как будто не она. Столько деток наделала. Все, переворачивала. Все, давай пока. Подожди. Место вышло. Сейчас мы уберем его. Место вышло. Как видите. Последнее место вышло. Место вышло. Думаю, свинка очищается. Скорее всего, даже уже полностью очистилась. Потому что перед этим еще два места выходило. Это большое такое было. Ну, в принципе, наверное, уже и все. Ваше внимание ей не надо было. Поросяткам нормально. Смотрю. Реагируют на них. Можем их и оставим вот так. Посмотрим. Вот первое кормление у нас. Мы сейчас подождем. С получастика поросятки подъедят. Насколько это у них получится. И все равно мы их пока спрячем в бункер. Пусть там посидят до утра. Они, тем более, сейчас уставшие после опоросов. После родов. Будут спать. В безопасности пусть лучше спят. Мама как раз очистится полностью уже. На утро года. Сейчас хорошо будет чувствовать. В принципе, возможно, еще будет поросятки. Девять уже появилось у нас. Соответственно, думаю, это уже как бы и все. Место два раза выходило уже. Достаточно большими пусками так шел. Будем ожидать, чтобы утро уже все будет нормально. Она очистится полностью подберем. Потом место, чтобы она его не ела. Ну и так. Поросятки посидят еще в закутку. Все равно спать буду. Сейчас набегаются. А утром уже мамка будет их полностью мамкой. Аккуратненько будет ходить. Их замечать. И соответственно, у нас отхода не будет. По максимуму будет целыми останутся поросятки. Молока еще в принципе нет. Но то, что поросятки ее сосут, это ускоряет процесс опороса как бы. Быстрее происходит. Вот она хрюкает там, подзывает. Все классно, короче. Все как нельзя лучше сложиться. Температура у нас в сарае. Ну как раз где-то градусов 30 есть, наверное. Не меньше. 28. Ну хорошая. Как раз отлично для поросяток маленьких. А закутку им будет вообще хорошо. Они там будут все вместе. Номочка у нас молодец. В прошлом опоросе у нее было всего 6 поросят. Мы ее предупредили, что в этот раз если будет такая же история, за ней приедет специально обученные люди на прекрасной карете с весами. Она поняла и радионормальных девятерых поросяток. Поэтому всегда надо находить общий язык. Как с людьми, так и с животными. Они все прекрасно понимают. Теперь эта свинка у нас останется, наверное, в основном, так скажем, стаде. Это только недавно появился еще током. Раскоординированный. Большие эти нашли сиськи и все. А мелочь бегает ищет. Молок вы есть или нет? По-моему, молочка еще нет. Дай пойду. Дай еще. Дай еще. Дай еще. Они есть молочко. Есть молочко. Сейчас они наедятся у нас. Эти свинка молодец. Сливай подзывает их. Хрюкает, хрукает, хрукает. Нижний ряд не дужин, хорошо показал. Ну ничего. Им еще тяжело. Они как бы первое время быстро устают. Ничего. Утром завтра часиков в шесть встану. Подпущу их опять. Сейчас уже часов десять будут лягут спать. Так что там буквально им надо поспать. Семь часов поспят. А может еще ночью приду и выпущу. Глянем. Погода хорошая. Не холодно. Свинка вроде успокоилась. В начале опороса она такая была нервная. Не понимала, что вокруг происходит. Наступала на них бедных. Они визжат. Она даже ногу не убирает с него. Кто не соображал. Видно. Стресс. На самом деле она аккуратненькая такая ходила. Когда уже в нормальном состоянии. Никогда не задавит никого ничего. А тут. Так что мы вот таким образом решили обезопасить их. В этот раз. И вроде бы все работает неплохо. Так что. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комменты. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok